Друзья, всем привет! Это Вадим. Ну, я думаю, что мы с вами все знакомые, кто подписан на этот канал и здесь, как вы видите, уже давно ничего не выкладывалось, но я подумал, что самое время начать вести какой-то такой более-менее ежедневный формат, рассказывать о том, что вообще происходит в моей жизни, потому что, как правило, на первом, на основном канале прыжки в воду накапливается очень много вопросов. Ну, самый главный среди них, конечно, где новые видео? Ты вообще чем там занимаешься? Ну и, соответственно, исходя из всего этого, я решил, что пора завести такую, скажем, вторую страничку, где я буду в простом, доступном режиме общаться с вами, рассказывать какие-то интересные моменты, которые происходят в моей жизни и что вообще как. Ну, например, сейчас я иду к себе на работу, в офис. Я вообще работаю в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для организаторов мероприятий. Делаю там продуктовый маркетинг, чтобы это не значило. Ну, точнее, помогаю людям лучше продвигать свои мероприятия, продавать билеты и так далее. Все свободное время, вот все, то есть это с 6 утра до 8 утра и с... примерно с 7 вечера и до 2 часов ночи. Я занимаюсь сейчас тем, что делаю социальный проект прыжкивода.рф. Блин, честно, вынимает просто всю душу, потому что, в общем-то, и страшно, и непонятно. Сейчас просто дикая необходимость привлечь спонсоров для детей. Ну, не знаю, может быть, звучит странно, глупо. Многие, на самом деле, мои знакомые не понимают, зачем я это делаю, что вместо того, чтобы тратить свое свободное время либо на семью, либо, ну, не знаю, как-то дополнительно что-то зарабатывать, я занимаюсь каким-то бредом, привлекаю средства дополнительные для организации мероприятия для юниоров. Ну, не знаю. Ну, наверное, кто-то этого не очень понимает. Может, если бы я тоже не занимался бы всю жизнь прыжками в воду, то тоже смотрел бы на эту ситуацию как, ну, дурачок, что ты делаешь, вот реально нечем заняться. Но мне кажется, что вот сейчас, да, лично я вспоминаю, как проходили соревнования у меня в детстве. То, что проходит первенство России. По идее, это очень крупное соревнование, где собираются лучшие молодые спортсмены со всей страны. И что мы видим? Постоянно пустые трибуны. Как вы думаете, какие призы дарили участникам подобных соревнований? Да-да, ребята, ничего. Вообще ничего не дарили. А, ну, нет, стоп-стоп-стоп, я вру. Дарили, конечно, грамоты, какие-то медальки. Самым главным призом для них всегда было то, что они отбирались на дальнейшее первенство Европы, первенство мира. И на этом все. Что говорить? Какой-то праздник, прямые трансляции. Ну, нет, ну, конечно, в то время прямых трансляций не было. Ну, и сейчас какие-то бонусы, ощущения того, что мы не просто так вот приехали, так между собой что-то попрыгать. Тренер кого-то похвалил, кого-то поругал. И все, поехали по домам обратно. Школа, занятия и так далее. Ну, если честно, хочется, чтобы спорт в стране... это было не что-то такое, там, обязательное, связанное с каким-то патриотическим воспитанием или что-то вроде этого, а чтобы это в первую очередь был стиль жизни, чтобы люди, которые этим занимаются, чтобы они были на виду, чтобы... чтобы соревнования любые, детские, взрослые проводились на самом высоком уровне, чтобы были прямые трансляции, были спонсоры, был какой-то серьезный охват, шоу-программы для зрителей. Такого практически никто не делает, и в прыжках в воду больше вам скажу, никто не верит, что это возможно. Ну, кто-то... кто-то, у кого голова подурнее, считает, что это возможно. Но на самом деле, кто вот следит внимательно за моим первым каналом, знает то, что у того канала уже очень серьезные охваты. То, что... ну вот сегодня, похоже, будет примерно 50 тысяч подписчиков. Кстати, всем за это большое спасибо. И, в общем-то, практически ни у одного вида спорта таких больших каналов нет. И неужели это не повод для того, чтобы нашелся какой-то партнер серьезный, которому мы бы вместе с вами сделали несколько миллионов просмотров на самых классных роликах. И чтобы этот партнер поддержал детские соревнования. Мне кажется, что это очень достойная идея. И если у кого-то есть какие-то классные связи, есть выход на кампании, которым это может быть действительно интересно, то обязательно напишите мне ВКонтакте или здесь в комментариях. Ну, вы знаете, что я стараюсь всем отвечать. Ну, в общем, не буду больше сегодня сильно что-то рассусоливать. Сегодня у меня еще большой рабочий день впереди. И после рабочего дня еще вторая рабочая ночь. Сегодня смонтирую еще один ролик для нашего канала. Он будет, в общем-то, сильно отличаться от того, что я делал раньше. Хочется показать не только то, как мы развлекаемся, но и делать какие-то серьезные видео. И как раз сегодня я хочу выложить видео про одного нашего юного спортсмена, который, преодолевая все-все свои трудности, стремится к самым большим высотам, хочет когда-нибудь попасть на Олимпийские игры. И мы ему всем-всем помогаем. В общем, такие дела. Давайте, пишите, подписывайтесь. Всем пока!